Здравствуйте! Сегодняшний период пандемии оказывает влияние на многие сферы жизни государства, общества в глобальном и в страновом плане. Как это отражается на работе Управления Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом? Ощутимо ли влияние? Спасибо за этот вопрос. Я думаю, он один из наиболее актуальных. Во-первых, огромное спасибо за возможность выступить перед такой уважаемой аудиторией. Узбекистан один из лидеров в борьбе с терроризмом в мировом масштабе, поэтому для меня это большая честь и возможность донести до наших коллег, друзей ту информацию о том, как работает управление, в том числе и в условиях пандемии. Пандемия, как мы знаем, затронула все страны и сферы нашей жизни. Она серьезно осложнила международное сотрудничество, в том числе в противодействии терроризму. Тем не менее, все вызовы безопасности остаются, и терроризм – один из главнейших вызовов. Сложной остается ситуация с этой точки зрения в Сирии и Ираке. ИГИЛ активизировал свою деятельность через филиалы в Африке, Азии. Мы знаем, что недавно произошли кровавые теракты Нигерии, Мали, Буркино-Фасо, Чаде, и особенно тревожно развивается ситуация в Мозамбике. Более того, и в европейских странах в последнее время выявлены ряд спящих террористических ячеек, арестованы их участники. Пропаганда террористическая очень усилилась, особенно правый и левый экстремизм. Генеральный секретарь назвал эту пропаганду инфодемией, и, по-моему, это очень точное определение, потому что сама эта пропаганда в своей опасности сравнима с террористической угрозой. Дезинформация по разжиганию ненависти, распространению страха, вербовке новых членов террористических и экстремистских организаций, подстрекательство к атакам, расистские различные идеи, распространение теорий мировых заговоров и тому подобное. И я считаю, что это очень важный новый вызов, который предстоит еще четко определить, как с ним работать, как ему противодействовать. Но это новое явление, которое появилось, которое подрывает стабильность во многих странах. Усилилась киберпреступность. Что касается нашей работы, то запрос есть. Мы работаем очень активно. Не так давно провели встречу, опять же, виртуальную, с государственными участниками. 134 страны присутствовали на этой встрече. Очень много вопросов, как действовать дальше, в постковидную эпоху, какие будут приоритеты в борьбе с терроризмом в эту эпоху. Я считаю, что эти законные вопросы – это очень правильные вопросы. Мы должны подстроить свою повестку дня под те появляющиеся новые вызовы и угрозы. Более того, мы планируем провести в июле большую контртеррористическую неделю в Организации Объединенных Наций. Опять же, это будет неделя на удаленке, так называемая. Главная задача этой контртеррористической недели как раз будет определиться с приоритетами. Я думаю, что уровень участия будет очень высоким. Я думаю, порядка 150 стран будут участвовать. И рассчитываю, что Узбекистан несет свой конструктивный вклад в работу этой международной, виртуальной контртеррористической недели. Как вы оцениваете нынешний уровень взаимодействия Организации Объединенных Наций и Республики Узбекистан? В чем заключается нереализованный потенциал этого сотрудничества, которое в том числе имеет важное направление? Это дальнейшее развитие партнерства в борьбе с международным терроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег. Вы знаете, Узбекистан один из образцовых партнеров Организации Объединенных Наций в борьбе с террором и предотвращением насильственного экстремизма. Во-первых, в регионе Центральной Азии осуществляется уникальная программа. Это совместный план действий по предотвращению насильственного экстремизма и противодействию терроризма в Центральной Азии. В чем уникальность этого плана? Такого регионального подхода нет ни в одном другом уголке мира. Все страны, вся пятерка Центральная Азиатская работает по этой теме очень слаженно, очень гармонично. Идет обмен информацией, идет организация совместных учебных курсов по разным направлениям контртеррористической деятельности. Прекрасно налажено отношение с Организацией Объединенных Наций, прежде всего с региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Поэтому это создает совершенно уникальную, благоприятную почву для эффективной контртеррористической работы. Кстати, часто к этому плану присоединяется и Афганистан, и я считаю, что это очень позитивно, что Афганистан становится частью вот этого регионального сотрудничества для Центральной Азии. Если говорить о конкретных проектов, которые были осуществлены в рамках этого совместного плана действий, то я могу назвать состоявшиеся в августе 2019 года в Самарканде региональные курсы по противодействию финансированию терроризма, прекрасно организованные, прошедшие опять же с участием и Афганистана, и пятерки центрально-азиатских стран. Противодействие финансированию терроризма – один из приоритетов деятельности ООН, потому что предотвращение попадания денег в руки террористов – это одна из главнейших задач, собственно, подрыва всей террористической деятельности. Кроме всего прочего, Узбекистан активно участвует в недавно стартовавшей региональной программе ООН по противодействию попадания в руки террористов легкого и стрелкового оружия. Обсуждение этих тем, обсуждение взаимодействия государства-участников по борьбе с этим реально серьезным вызовом является действительно насущным. И, опять же, Узбекистан вносит огромный вклад в эту работу. В конечном счете, может быть, это главнейшая тема сегодняшнего дня – это возвращение на родину задержанных в Ираке и Сирии детей и женщин-граждан Узбекистана. Тема очень тяжелая для многих стран, потому что многие страны не ждут этих людей обратно. Это очень сложная тема, как этих людей реабилитировать, реинтегрировать в нормальную жизнь. Дети и женщины при этом в основном жертвы терроризма, поэтому к ним другое должно быть отношение. Опять же, я должен отметить, что Узбекистан является одним из лидеров по возвращению, тем самым полностью выполняя свои обязательства перед организацией объединенных наций и мировым сообществом. Я напомню, что в рамках гуманитарных операций Мехар-1 и Мехар-2, о которых вы говорите, 220 человек было возвращено обратно в нашу страну. Среди них большинство – это женщины и дети. И вот сами операции проводились в мае-октябре 2019 года. Как вы оцениваете результаты самих этих операций? Насколько инициатива несет идеи в целом человечности? Да, вы абсолютно правы. Это тяжелейшая и сложнейшая тема, потому что в одном из только лагерей, в крупнейшем из них на территории Сирии, Алхоле, находится на сегодняшний день почти 70 тысяч местных боевиков-террористов и иностранных боевиков-террористов. Женщины и дети в силу обстоятельств оказались вместе с этими боевиками, пошли за мужем, родили ребенка и так далее и тому подобное. Это и гуманитарная проблема, и это проблема предотвращения терроризма. То есть государство, участник ООН, оно несет ответственность за своих граждан. Естественно, в данном случае ответственность означает возвращение этих людей на родину. Но вот я начал говорить об огромном числе людей, которые содержатся в этих лагерях. Из них 9 тысяч детей, как раз так называемых иностранных боевиков-террористов, Из этих 9 тысяч детей большинство до 12 лет, а огромное количество до 6 лет. А до 6 лет ребенок вообще беспомощный, ничего не понимает. И для него, конечно, эти условия являются ужасающими. Поэтому это гуманитарная проблема, которая должна решаться. И Узбекистан решает эту проблему. Вы назвали известную операцию, которая проводится руководством Узбекистана по вывозу своих граждан. Это очень важное дело. Это дело всячески поддерживается Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций. Ваш опыт – это хороший опыт для изучения другими странами. И в частности, во время виртуальной контртеррористической недели, который мы будем проводить, будет одна из сессий, посвящена этой теме. Я рассчитываю, что Узбекистан и другие центрально-азиатские страны, у которых накоплен существенный опыт в плане возвращения и реинтеграции этих людей, поделятся этим опытом с другими странами. И благодаря успешному опыту подтолкнут другие страны к ускорению этого процесса. И огромная признательность за эту работу со стороны как на его управление, так и со стороны Генерального секретаря, всем тем странам, которые проводят эту работу эффективно. Следующий вопрос, его истоки лежат в 2017 году, 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Лидер Узбекистана выступил с инициативой о принятии резолюции просвещения и религиозной толерантности. Она была тепло встречена и как итог, естественно, принято. На ваш взгляд, насколько продуктивно свободное время, личностная, идейная сила обеспечивают устойчивость молодежи к разрушительным идеям? Вы знаете, мне кажется, это очень хорошая инициатива, потому что если речь идет о предотвращении терроризма, то, конечно, молодежь – это ключевое звено. Если мы хотим победить эту заразу, окончательно и бесповоротно, работа с молодежью является центральной. Вы знаете, мы в декабре месяце, я имею в виду управление, провело большую конференцию, в которой участвовал Узбекистан, по теме молодежи, противодействия экстремизму. Работа с молодыми – это непростой вызов, потому что надо понимать, что количество молодежи по сравнению с остальной частью населения мира, оно с каждым годом возрастает. И для молодежи важно создать позитивные примеры их, так сказать, карьерного роста, их реализации возможностей и так далее и тому подобное. Только таким образом можно предотвратить появление различных искушений, в том числе присоединиться к каким-то непонятным террористическим группам с какими-то очень мутными идеями. Поэтому это очень важно, чтобы молодежь была вовлечена в контртеррористическую работу. Кстати, мое управление очень с этой точки зрения молодое, молодежное, средний возраст – порядка 40 лет. Более того, среди этого молодого активного коллектива есть еще коллеги, которые присоединились к управлению по программе молодых профессионалов. Это люди до 30 лет. То есть вот эти молодые люди, они, собственно, изнутри управления создают повестку для молодых, они знают эту тему, они хорошо чувствуют своих сверстников и работают. Поэтому, конечно, идея президента Узбекистана – обратить особое внимание на молодежь абсолютно правильно и полностью должна поддерживаться. У нас сейчас век технологий, наша с вами беседа буквально наглядно показывает, что для интернета нет никаких границ, и мы можем буквально вот сквозь континенты вот такую теплую беседу вести, если позволите. Так вот, все было бы хорошо, если бы радикальные элементы, они не использовали это тоже в своих целях. На ваш взгляд, какие существуют эффективные программы, инструменты, проекты, чтобы противостоять именно этой цифровой угрозе? Вы знаете, интернет – это величайшее благо. Вот мы с вами сегодня общаемся, потому что есть интернет. Не дай бог, эта эпидемия случилась бы 30 лет назад, все бы было парализовано в мире. Но интернет, конечно, имеет и слабые стороны. В частности, интернет может служить и для абсолютно дурных целей, неблагих целей, в том числе и для целей терроризма. Поэтому, как сохранить свободу интернета, одновременно максимально заузить пространство для террористической активности в интернете – это огромный вызов. И я должен сказать, что интернет-компании достигли высочайших успехов. Порой вот этот негативный контент устраняется в течение буквально нескольких минут, максимум 20 минут, 15 минут. И все равно это, так сказать, не предел. Надо быть быстрее, надо работать активнее. В одном из интервью нашим зарубежным коллегам вы сказали, отметили, что спорт – это мир. Продолжайте его, молодежи. Прокомментируйте, пожалуйста, как спорт может сохранить мир. Вы знаете, у нас с Катаром и Соединенными Штатами Америки есть совместная большая программа «Спорт и предотвращение радикализации», «Спорт и защита критической инфраструктуры». То есть две части очень важные. Во-первых, спортивные объекты, в силу того, что на них собирается большое количество людей, должны быть надежно защищены от возможных тер-атак. И второе, спорт как инструмент предотвращения радикализации и правильной ориентации молодых людей на что-то конструктивное, на что-то, что дисциплинирует, что наполняет новой энергией, что ведет, собственно, к гармоничной жизни. Эти программы, я рассчитываю, будут становиться все более и более массовыми, с участием молодежи, с участием спортсменов выдающихся, которые готовы помочь нам в работе с молодежью по предотвращению любых негативных явлений, в том числе и появлению терроризма в среде молодежи. Поэтому вот эта программа, она, я думаю, полностью стыкуется с тем, что уважаемый президент Узбекистана предложил в отношении, как работать с молодежью. И я думаю, что мы найдем дополнительные точки соприкосновения в нашем взаимодействии с Узбекистаном по противодействию радикализации и борьбе с террором. Продолжая тему, в нашей стране выдвинуто пять инициатив, как раз имеющих схожие цели, то есть укрепление идеологии молодых людей. В числе их интерес молодежи к спорту, к искусству, полезные технологии, чтение, повышение духовности, решение вопросов занятости в целом и среди женщин в частности. То есть вот эти важные пять направлений. Как вы оцениваете реализуемую в нашей стране программу через призму своего профессионального опыта? Вы знаете, это замечательная программа. Это как раз программа, которая полностью соответствует тому, что называется предотвращению насильственного экстремизма. Потому что это программа, собственно, воспитания молодежи. Это программа вовлечения молодежи в конструктивную деятельность. Это программа развития молодежи. И особенно важна эта программа поддержки женщин, участия женщин в содействии миру и безопасности. Это один из приоритетов генерального секретаря ООН. Поддержка гендерного равенства и поддержка активного вовлечения женщин в работу различных структур организации объединенных наций. Мы будем и дальше работать, в том числе с Узбекистаном по этой теме, поддерживая идеи президента. Это очень важное направление деятельности. И как раз то, что вы назвали это, как раз относится к этой гуманистической составляющей. А если гуманизм будет укрепляться, это следующий серьезнейший барьер для противодействия терроризму. Поэтому мне кажется, что у нас очень большие перспективы развития сотрудничества с Узбекистаном на следующем этапе нашего взаимодействия. Спасибо вам за эту возможность обратиться через современные средства массовой информации ко всей огромной аудитории телевизионной, которая наверняка узнает о работе управления по контртеррору Организации Объединенных Наций. Больше информации на этот счет. Спасибо большое. Вам тоже спасибо огромное за это откровенное и очень теплое интервью. А я напоминаю нашим телезрителям, что на наши вопросы отвечал заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Владимир Воронков. Еще раз спасибо. И мы отдельную благодарность выражаем информационному агентству Дуньё за помощь в организации данной беседы. Всего доброго.